Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я открываю первый урок на тему Как лепить голову льва в программе Sculptris Вот я слепил голову льва, ну и добавил еще и корону И сделал скриншот Думаю, первый урок, чтобы определенно знать Как можно текстурой добиваться реального вида зверя Как можно лепить по фотографии, с фотографии вылепить И потом раскрасить его той же текстурой, которая есть на фотографиях То есть оживить его, сделать почти как живой То есть как можно было, конечно, более прорабатывать Но я еще раз говорю, моя цель вам показать свою работку И показать само правило, как лепить и как можно быстрее вылепить И сделать, раскрасить текстурой, оживить этого зверя Меня зовут Арефик Сергей Викторович Я провожу вам этот урок информации Ну для этого что, в первую В первую давайте зайдем, я открываю первое что Ну как главное Sculptris программу Вы ее скачиваете, да Ну она свободно скачивается Поэтому, как говорится, тема свободная в этой информации Потому что именно программа Sculptris, ее можно скачать бесплатно Платить и переплачивать ее не надо Она бесплатная, поэтому это свободная тема, как говорится, информация И к этому еще я добавил программу Paint Это тоже программа, где я буду текстуру разрезать И потом этой текстуры раскрашивать тигра Ой, извиняюсь Поэтому первое правило Давайте сделаем так Я покажу вам, как можно это сделать И как можно добиться своей цели Поэтому давайте первое что сделаем Для этого нам нужно на Sculptris, да Установить картинку То есть надо заставку какую-то нам сделать Чтобы потом мы этой заставкой пользовались Но я говорю В интернете очень много возможностей есть в этой информации Интернет большой И в Яндексе я, допустим, в Яндексе картинки, фотографии Ну, набираю там в поисковике Набираю информацию там Лев, оскал льва, да Сердитый лев Ну, как информация И нахожу много фотографий И, конечно, выбираю фотографии подходящие для того, чтобы Поэтому, как говорится, это все бесплатно Заходите У вас браузер есть в интернете, да Браузер свой открываете И скачиваете в поисковике в Яндексе В поиск зашли И в Яндексе там много есть всяких фотографий Также и текстуру скачивают там И вот, но я хочу сказать, что Мы будем разрезать текстуру Сами это создавать текстуру То есть, с большой фотографией, допустим, льва Мы будем резать у него кусочки И этими кусочками создавать Ну, льва Текстуры его, в общем, рисовать Это очень интересное Но и трудоемкое, конечно Поэтому не так все просто В это надо просто набраться терпения А знание, сила Опыт приходит с годами То есть, не сразу халява, как говорится Вот-вот сделал Раз сделал, не получилось Второй раз сделал, не получилось Третий раз, получилось То есть, это информация вашего, как говорится, усилия Ко всему все происходящему Поэтому нужно набраться терпения Ну, давайте начнем Сначала я что для этого сделаю? Ну, мне надо найти Так, я... А, ну да, сейчас я покажу вам Вот, я хотел показать вам заставку, да? Sculptris Alpha Это которую лепим, да, эта программка E-Paint мне тоже, она бесплатная Они две программы бесплатные Платить не надо Кто требует платы, те мошенники Это все бесплатное Они даже предупреждают Говорят, что это все бесплатно Я не стану вам показывать, что как я захожу там в браузер Как в этом Вы сами зайдете в свой браузер В Яндекс зайдете, в поисковике В поисковике Яндексе напишите И найдете себе фотографии Я покажу, что я вот Выбрал вот эти фотографии Размер, конечно, вот получился вот с этого Я резал кусочки Ну и надо побольше размером Это небольшой размер Вот этот размер Ну, давайте первое, что сделаем Открываем Пайнтнет И открываем Открыть ту фотографию Которую мы В общем выбираем В этой информации Да, я сейчас Захожу на XD Вот я на своем диске нашел Эти фотографии Ну и мы две вот эти фотографии Забросим сейчас Да Открываем эту фотографию Она большая Мы что делаем Нам это лишнее Зачем это надо Да Давайте ее уменьшим Эту фотографию Так Нажимаем изображение Изменить размер Вот большой размер Зачем нам такой большой размер Мы ставим Сохранить пропорции Галочку И меняем размер Нам зачем такой большой размер Мы его Уменьшим Ну, наверное, так нам хватит Да И Окей Окей Все Теперь Нажимаем вот на этот квадрат Прямоугольник Да И режем Хотя нам зачем тоже это Ну Нам нужен Ну-ка этот Наверное, зверя Львицу нам не надо Нам львица не нужна Мы только будем делать Льва Поэтому нажимаем здесь На обрезать Обрезаем И И ее Выделяем А Ну да Я забыл еще сказать Друзья Это Извиняюсь Сразу-то надо было создать Нам Здесь уже изменилось Стандартная Стандартная Ширина 800 Сейчас изменилось Я же Разрезал И 600 В Яндекс Ой В Скульптрис Как раз Подходит Эта заставочка Мы ее красим Черный цвет Здесь Всегда он первый Мы берем Красим Это ковшиком Здесь Больше делаем И Смягчаем Сильно не будем Чтобы сильно Рисковато И не было Но так Слегка Так Зачем Не Вот И Выделяем Так Выделяем Льва Нажимаем Контрол Си Копируем Контрол Си И Сюда Перебрасываем На Контрол В Все Мы сюда Его перетягиваем Сюда Устанавливаем Так Минуточку Что то здесь у меня Так Ну Первое Да Я напишу вам Контрол Контрол Плюс Си Да Копируем И Контрол Контрол Плюс В Устанавливаем Ну Продолжаем Дальше Так Ну Льва В общем Мы установили Сюда И можно Сюда Еще Какую Заставку Найти Подходящую В Я Там Того Другого Ну Здесь Как бы Видно Боковую Там Можно Уже Как бы Своим Нам Только Мы Голову Лепим Целиком Мы Не будем Лепить Только Голову Лепим И Приблизительно Я Выбрал Такую Оно Более Подходящее Так Ну Продолжаем Теперь Что Давайте Найдем А Ну Да Вообще То Нажа Открываем Открываем Обратно Фотографию Осмотрим Подходящие Нам Нужно Это Какое нам Нужно Образ Этого Зверя Да Подходящий Мы Найдем Сейчас Вот Я Нашел Зверя Этого Еще Одного Со Скалом Тоже Таким Да У Него Так Более Выделяется Тут Ну И Его Открываем Тоже Ну И Так Же Подрезать Можно Зачем Такой Высокий Здесь В принципе Гривус Все равно Ничего И тут Уши Так Бы Прикрытые Давайте Это Мы Вы Нажимаем На Прямоугольник Ну И Подрезаем Его Примерно Так Вот Делаем Да Можно Даже Так Нажимаем На Обрезать Обрезаем Даже Еще Наверное Обрезать Чем Выделяется Да Много Места Занимать Подрезаем Но Вот Это Теперь Мы Эту Фотографию Давайте Выделим И Нажимаем На Ctrl C Открываем Ctrl D Ctrl D Снимаем Выделение Чтобы Оно Как бы Не мешало И Ctrl V Переносим Так Shift Shift Alt Равномерно Уменьшает Фотографию То есть Это Вот Так Можно Будет Установить Еще Немного Так Уменьшить Чуть Побольше Немного Так Его Можно Ближе Сюда Поставить Его Пускай Здесь Все Рано Будет Цифры Мы Будем Наблюдать Так Ну Вот Приблизительно Начало Две Фотографии Которые Более Так Видно Как это Пасть Чуть Чуть Выглядит Ну И Давайте Теперь Что Делаем Снимаем Выделение Ctrl D Снимаем Выделение И Теперь Нам Нужно Установить Сюда Заставочку Чтобы Было Было Скульпторис Видно Было Шкалу Нам Да И Вот Я Устанавливаю Эту Шкалу Для Шкалы Специально Подгоняем Какой-нибудь Блеклый Цвет Чтобы Не Сильно Мешал Для Глаза Так Ковшик Нажимаем Красим Ну И Подгоняем По цвету Какой-нибудь Такой Не Сильно Чтобы Глаз Не Давило Внимание Не Обрат Ну Такое Шкалу Будет Видно Все Контрол Ди Снимаем Выделение Давайте Это Сохраним Так Сохраняем Я Делаю На рабочем Столе Всегда Папочку Когда С чем-то Работаю У меня Уже Как бы Есть Папочка Вы Тоже Где Вам Удобно На рабочем Столе Установили Папочку Поработали Потом Как Закончили Перебросили Куда Вы Хотите На Любой Диск Не Все Ди Там Киосом Ну Я Сохраняю Так Нажимаем На Шпег У меня Тут Тоже Есть Заставки Как Но Я Вам Показал Как Это Делается Название Делайте То Есть Леон На Английском Пишем Леон 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 И Заставка Ну Так Чтобы Понятно Было За 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 Заставка Можно Там У меня Там Чтобы Не Было Совпадений Да Я Ну И Сохранить И Теперь Примерно Мы Знаем Куда Нам Теперь Ну А Теперь Что Теперь Давайте Откроем Если Если Вы Не Хотите Этого Делать Да Эти Как Заставку У меня Можете Скачать Если Вам Нравится Эта Заставочка То Вы Можете Скачать У меня Внизу Там Будет Информация Вы Можете Скачать У меня Открываем Программу Скульптрис Заходим Вот Сюда В Оптинс Оптинс Бэсграунд И Устанавливаем Заставочку Где Мы Сохранились Да Рабочий Стол Так Леон Ну У меня Это Так У меня Тут Папочка Я Понятное Дело Я Уже Делал Тут Наша Заставочка Да Наша Заставочка У Меня Даже Вот Две Заставки Один Был Такая Заставочка Другая Но Я Пользовался Вот Этой Заставочка И Как бы Здесь Подрез Давайте Вот Которую Мы Делали Откроем Ну Вот Чтобы Цифры Были Видны Удобно Чтобы Было Ну А Этой Квадрат Видите Шкалу Видно А то На Темном Фоне Бы Вот Этих Не Было Видно Темных Поэтому Я Почему Сделал Заставку Ну И Давайте Начнем Теперь Как Греться Создавать Зверя То На Чем Первое Наш урок Мы Успеем Еще Вылепить Лепить Голову Льва Да Еще Хочу Сказать Можете Пользоваться Еще Просмотрщиком Той Фотографии Просматривай Да Лепите Лепите Что-то У вас Тут Какая-то Информация Ну Сомнения Что-то Есть Нашли Фотографию Похожую Еще Можете Посмотреть Еще Это Добавление Через Просмотрщик Да Ну Просмотр Посмотрели Когда вы Щелкаете Он же На заднюю Часть Уходит Но В любом Случае Вы посмотрели Примерно Как Определились И потом Уже Можете Обратно Лепить Но Как Как Всегда Все Начинается С Карандаша Да Давайте Открываем Открываем Наш Как Можно Сказать Карандаш Которым Рисует Это Плесс Вот Это Кисть Которая Можно Рисовать Ей Но Она Морщины Делает Но Первое Я ее пользуюсь Как Кистью Рисования То есть На ней Я начинаю Рисовать Зверя То есть Смотрим Теперь Вот Смотрите Да Вот По Этого Зверя Мы Приведем Примерно Ориентироваться Да Вот Нос Смотрите Какой По Симметрии Рисуем Симметрия Половинит То есть Это Симметричность Симметрия Включенная Вот При Выключенной Симметрии У вас Будет Только Одностороннее Рисование То есть Вам придется Рисовать С двух сторон А здесь Симметрия Вы рисуете Она Автоматически Рисует Вам И помогает Делать В общем Вера Сразу И Как бы Вспомогательная Еще С другая Сторона Рисует И так Ну Давайте Сделаем Еще Здесь Глазки Да Ну Как бы Приблизительно Пристреливаемся Ничего Страшного Если Она Сейчас Выглядит Так Коряво Но Вы же Видели Что В итоге Я Вот Тоже Недавно Сделал Зверя Показал Вам И Вот Теперь Мы Делаем Теперь С вами Да Как Я Допустим Делаю Разрисовываю Первую Да С Простого Начинаем Лепить То есть Как Бы Эскиз Создаем Да Этому Зверю Ну И Начинаем Тут Конечно Потом Сейчас Будем Выдавливать Давайте Возьмем Нажмем На Кисть Дрея Кисть Дрея Кисть Дрея Это Вот С Такой Попурышечкой Оно Помогает Нам Выдавливать Ну И Чтобы Ну Глей Это Глина Это Низкие Такой Слоеность А Это При Выключенном Глей Это Дает Широкие Нас Возможности Да Мы Вот Так Стукиваем Вытягиваем Ему Физиономию Его Нос Части Носовой Части Да Ну В общем Вот так Мы Ее Вытягиваем Рисунок Уже Как бы Потерял Но Ничего Страшного Это Можно Все Загладить Ничего Это Это Как Грица Глина Не Высыхает Ее Можно Пользоваться И Пользоваться Ей Поэтому Она Как Говорится Вечно Сырая Ей Можно Пользоваться И Пользоваться Поэтому Удобно Пользоваться Скульптрис Виртуальная Лепка Называется Давайте Теперь Что Примерно Обратно Разрисуем Ну Тут Так Обратно Как Нибудь Так Обратно Сделаем Я Вам Покажу Кисти Удобные Кисти Которые Вы Поймете Что Эта Программа Удобная И Ей Можно Создавать И Создавать Она В общем Как Сказать Создана И Она И Бесплатная К тому Же И Удобная И Вообще Пользоваться Ей Приятно Она Не Сложная Тут Всего Одни Кисти И Еще Вспомогательное Меню Но В этом Постепенно Разберетесь И Для вас Уже Это Не будет Какой-то Проблемой Это Для тех Кто Первый Раз Заходит И У него Уже А то нет А то нет Конечно Первый Раз Всегда Стучишься О каких Камней А потом Уже Постепенно Приобретают Знания В общем Включаем Кисть Дрея Горячий Клавиш Если Вы Привыкнете К горячим Клавишам То Это Быстрее Будет У вас Процесс Идти Так Я Нажимаю На Пробел Пробел Да А вот Шкала А ну Да Я забыл Вам Объяснить Шкала Шкалу Это Вот Эти Кисти Кисти Да Это Ширина Кисти Смотрите Вот На Это Вспомогательное Видите Вот Она Ширина Кисти Это Ширина Кисти Вот Смотрите Какая Она Широкая Это Уменьшает Кисти Вот Она Какая Уменьшается Потом А это Глубина Кисти Ее По Цвету Видно Да Цвет Блеклый Значит Слабенький Чем Темнее Четче Тем Сильнее Глубже Поэтому Не Сложно Запомнить Эти Вот Эти Она Вызывается Еще Пробел На Пробел На Килатуре Нажимаете Пробел И у вас Появляется Вспомогательное Вам Не надо Сюда Прыгать Вот Так Искакать Это Надоедает Конечно А Привычка Привыкаете Нажимаете Допустим На Пробел И у вас Прямо Видна Кисть По месту И вы Начинаете Ее Регулировать Как Вам Надо Чтобы Пробраться Мне Надо Сюда В глубину Я Прямо Сюда Ставлю Нажимаю На Пробел И удобно Пожалуйста Подгоняю Подразмер И ставлю А теперь При кисть Дре Можно Делать Инверт Икс Просто Иксом Икс я делаю Нажимаю На Икс Горячей клавиши И пожалуйста Оно Вдавливает Оно Туда Прямо В глубину Вдавливает Я Обстукиваю Можно Немножко Так Обстукивать Так Вот так Вот я Немного Да И глубина Смотрите Глубина Туда Уходит Вот так Пристреливаясь Приноравливаясь Конечно Сразу Может быть И не получаться Но Вот так Вот приблизительно Я Начинаю Делать Так Это все Так Вот я Допустим Там поделал Глубина Видите Какая Уже Начинает Это Ну Какие-то Морщиниться Все это Артефакты Если Дольше Я буду Это делать То Половите Что Артефакты Но это Надо разгладить Давайте мы Это разгладим О А нет Это не Разгладить Извиняюсь Это Я нажал на Inflite Это Пузырчатый Извиняюсь Это Вот Смет Разглаживает Вот это Разглаживаем Кистью Разглаживаем Кистью Разглаживаем 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 Так Я Сейчас Вам покажу Еще заставку Как это Вызывается Конечно Вот Нажимаем На килотуре Пробел И появляется Вспомогательное Меню Это для тех Кто Ну Хочет Чтобы меню Появлялось У него Ну Вот Я нажимаю На пробел Да На пробел Нажал Вот Появилась Кисть И регулирую Эту кистью Так А теперь Что Ну Давайте Можно Это Разгладить Немного Да Вот так Вот Давайте Разгладим Все это Можно Такие Части Вот Видите Оно Исчезает Разглаживается Так Маленечко Тут Разгладить Тут Можно Разгладить Так Расслабить Можно Давление Кисточки Вот Пожалуйста Можно Убрать Все что вы там Допустим Делали Это все Можно Убрать Дальше Я вам Покажу Все тайны Этой Информации Дальше Что делаем Ну Вот Дальше Можно Пользоваться Какой кистью Еще Можно Пользоваться Кистью Куап Это Очень Кисть Такая Полезная Да Это Кисть Которая Делает Много Всего Можно Ей делать Все что угодно Да Приноровиться Она Способная Совершать Много Действий Допустим Нажимаем На это Кистью Здесь Нету И появляется Кисть А почему Потому что Глобал Включены Иногда Он включается И вы смотрите Ой У меня Что программа Что ли Это А нет Проще Простого Здесь Возьмите Щелкните Здесь И у вас Появится Изображение Кисти Так давайте Теперь Что сделать Может она Вот пожалуйста Вот она Что может Делать Расширять Расширять Она может Свободно Расширять Свободно Делать Глубину Ну Свобода Как говорится Действий Дает Много Полезной Информации Давайте Это Разгладим Разгладим Это все Как Сделаем Да Ну Тут еще Много Раз Сузится Все это Изменится А Ну давайте А теперь Что делаем Давайте Надо Сохраняться Нам Нам Нужно Сохраниться Давайте Сохраним Эту Работу Потому что Иногда Программы Падают В Скульпторе Часто Падает Программа Поэтому Чем чаще Вы Сохраняетесь Тем Лучше Для вас Давайте Сохраняемся Сава Нажимаем Находим Я вот У меня Тут уже Есть Но Мне Придется Сделать Еще Папочку Я Нажимаю Противоположной Мышкой Делаем Папочку Называем Ее А я Так же Нажиму Только По циферке Да По циферке Раз Нажал Скопировал Сюда Обратно Нажал И Сюда Вставил А И циферку Добавил А давайте Я циферку Добавлю Ну И все И Пожалуйста Начинаем Сохранять Напишем Леон На английском Только пишем На английском Английский Язык Английский Только язык Так Леон Ну и все Начало Первого Сохраняемся Сохраняемся Все Все Сохраняемся Я делаю Уроки По 30 минут Поэтому Друзья Они будут У меня Сделать По 30 минут И я Буду Стараться По 30 минут Накапливать И делиться Вам С этой информацией Так Ну что Еще Давайте Начнем Теперь Играть И добавлять Глиной Глина 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 Давайте будем Добавлять Глину Глина Это Глей Глей Это Глей Да Глина Глей То есть Плоскость Она Ложится Слоенностями Так Небольшой Высоко Если без этого То она Быстро Поднимает Да А если Этим Пользоваться То она Не быстро Такой Свободным Наложением Да И вот Это Включенный Был у меня Вверх Икс Отключает На Икс Нажимаете Клавиатуре Икс Нажали И у вас Нет Контрол З Возвращает Обратно Так что Я вам Еще Сейчас Заставочку Покажу Вот Шаг Назад Контрол Плюс З На 10 Шагов Назад Так Можно Отрегулировать Он уже Как бы Уже Автоматически Отрегулирован Такой Но вы Можете На Больше Шагов Назад Но Это Зависит Тоже От силы Видеокарты Наверное Или Каких-то Моментов Всего Что Надо Ну В общем Я вам Подсказал Что Это Будет На 10 Шагов Так Что Ошибки Вы Делаете На 10 Шагов Чтобы Вернуться Обратно Поэтому Чаще Сохраняйтесь Чтобы Шаг Геназы Не Сможет Дет А Только Вернуться Через Именно Через Сохранение Так Что Почаще Сохраняйтесь Потому Что Я Горю Программа Падает Поэтому Старайтесь Чаще Сохраняться И Все Будет Хорошо Но Чтобы Таких Артефактов Не Было Я Вайфрэм Это Есть Вот Это Полигоны Да Полигоны Я Их Сбиваю Через Ручную Вот Ручная Я Включаю Ручная Запоминайте Включенная Вайфрэм Я Включаю Ручную Редик Брэш И Начинаю Начинаю Оббивать И Расслаблять Видите Они Начинают Восстанавливаться Но Восстанавливать Надо Тоже Разумно Бить Бить надо Так Чтобы У вас Это Не Превратилось Обратно В шарик То есть Надо Ограничиваться Чувствуете Что Уже Чувствуете Вот Видите Ну Этого Примерно Уже Достаточно Чтобы Оббивать Да Я Почему Здесь Начал Потому Что Здесь У меня Уже Появились Артефакты И Я Хочу Чтобы При Продолжении Дальше Занятий Да Эти Артефакты Потом Не Помешали Потом Надо Уже Будет Много Раз Это Все Будет Убирать И Получится Что Они Уже Будут Вам Мешать Поэтому Сейчас Я Убираю Их Обстукиваю Так Обстукиваем Эти Да Ну Вот Так Приблизить Ну Вот Хотя Б Так Начало Я Вам О Чем Говорю Расслаблять Надо Ну Так Вот Примерно Расслабили И Как Выйти Из Этого Ну Нажимаем На Вайфрэм Выходим Обратно На Такое Состояние Видите Можно Обратно Лепить Ну Друзья Мои Мои